Апрель – замечательная пора, ведь это время плей-оффов НБА. Страсти накаляются до предела, а жесткие и беспринципные игры сменяются еще более жесткими и беспринципными. В это время нервозность буквально витает в воздухе. Да, это и есть плей-офф. Время, когда судьбы команд и отдельно взятых личностей зачастую вершатся в концовках матчей и порой 15 секунд могут длиться даже слишком долго. Ничего удивительного, ведь цена ошибки слишком высока и в итоге одни остаются в сторонке, а другие движутся дальше, чтобы проверить себя на прочность и схлестнуться с еще более сильным соперником. Согласитесь, смотреть на это пусть и сидя жопой на диване – одно удовольствие. Естественно, что в этой мясорубке находится место и для кроссовок. Игровая обувь НБА давно перестала быть просто частью экипировки игрока. В наш медийный век это намного больше. Для одних это способ самовыражения, для других – возможность выказать уважение. Третий же использует игровые пары в качестве площадки для трансляции собственных мыслей и чувств. А еще есть сваги Пи. И этот кадр пока не подпадает ни под одну из существующих классификаций. Всем привет, это Дмитрий и канал Кроссовкинет. И сегодня мы говорим о лучших, на мой взгляд, кроссовках плей-офф НБА 2018 года. Открывает нашу десятку Nike KD10 – кроссовки одного из самых опасных стрелков в истории лиги. За последние пару сезонов Кевин успел приучить нас даже не к тому, что его броски невозможно накрыть, а к тому, что его кроссовки регулярно слетают с ног. В этом же плей-оффе он добавил нечто новенькое. Чересчур мягкотилые десятки стали причиной травмы голеностопа. Но несмотря на это, KD10 были и остаются очень удобной и комфортной моделью. К тому же сам Кевин предстал сразу в нескольких их симпатичных расцветках. И если дай бог воины не вылетят, и он не переоденет их по ходу турнира, у десяток есть все шансы стать кроссовками сразу двух финальных серий. На девятом месте расположился Деррик Роуз, решивший тряхнуть стариной и для разнообразия показать нам уверенный баскетбол в своем исполнении, а также между делом свои девятые номерные. Несмотря на вполне приятный дизайн, кроссовки лишили своего главного достоинства. Я сейчас говорю даже не о самом цыгане травматике, постоянно выходящем из строя на неопределенный срок. Речь о бусте, которого в этих розочках нет и вероятно уже никогда не будет. Подобное, к сожалению, только обесценивает их в наших глазах. Чуть ниже у нас находится Adidas Harden Volume 1. Признаюсь честно, будучи наркоманом плотно сидящим на единичках, я пихаю их во всевозможные рейтинги, как собственно и сегодня. Но осознав свое пагубное пристрастие, я обещаю соскочить. Но сука поэтапно. Volume 1 в симпатичной красно-персиковой расцветке оказались на ногах Келли Убр-младшего, который, судя по всему, также разделяет мои чувства к этим кроссовкам. Определенно не стоит стоять у этого джуниора на пути. Особенно, когда у него плохое настроение. Седьмое место. Несмотря на откровенно посредственную игру Лиларда в плей-офф, застолбили за собой Adidas Dame 4. И в этом нет ничего удивительного, ведь, как всегда, вывозит Дон Иван Митчелл. Блин, эти кроссовки уже впору переименовывать в какие-нибудь DM1. И если они вообще хоть как-нибудь и продаются, то только благодаря новичку из Юты, демонстрирующему в них совсем не юный баскетбол. На шестом месте у нас окончательно отказывающийся стареть Дуэн Уэйд. Вы наверняка помните его перформанс во втором матче с 76-ми. Когда выйдя со скамейки, батя забил 7,7 из поля, набрав в том матче 28 очков. И пусть в итоге это не помогло его хит, Уэйда мы запомним как одного из самых величайших игроков, который может затащить даже в свои 36 лет. Но вернемся же к кроссовкам. Ведь на его ногах, понятное дело, была очень симпатичная шестая по счету модель от Ленинг, линейки Way of Wade. На матче Дуэн неизменно выбирал разные расцветки этих кроссовок, а самое приятное, что он был не одинок. И партнеры по команде, такие как Тайлер Джонсон, с его симпатичной кастом версией шестерок поддерживали батю, также выбирая для себя его именные тапки. Открывает пятерку Адидас, на этот раз с моделью Крэйзи Boost Your Wear X, что будет если смешать две крутейших технологии Boost и Fit Your Wear, ответ кроется в названии данной модели. Эти кроссовки несут в себе продукт их совместной любви. Скажу честно, попробовав ее в деле один раз, мне реально хочется добавки, ведь это лучшая из обоих миров. Но речь даже не обо мне, а сразу о двух игроках НБА, которые выбрали кроссовки Крэйзи Boost Your Wear X. Первым, понятное дело, стал Джон Уолл, которому досталась их очень симпатичная эксклюзивная расцветка. Так же свезло и Swaggy, неоднократно отдававшего им свое предпочтение. Да, в этих кроссовках хорошо все, кроме ценника. Ждем его снижения и готовимся идти за покупками. На четвертом месте, как ни странно, у нас четвертые Ирвинги. Несмотря на полное отсутствие на пакете самого Кайри, четвертая его именная модель никуда оттуда не девалась. Ведь эти кроссовки сами по себе не обделены вниманием игроков лиги. Но меня, понятное дело, привлек яркий и разноцветный кастом Street Fighter, который надел на один из матчей Амир Джонсон. В итоге, Амир и его команда смогли пройти дальше. Тройку финалистов открывает современное лицетворение басни Крылова, которое нашло свое воплощение в лице трио суперзвезд Thunder. Каждый из них обладает именными кроссовками, что и было наглядно продемонстрировано по ходу всей этой недолгой шестиматчевой серии первого раунда плей-офф. Начнем с Карамелькина, который засветился сразу в двух своих именных моделях – прошлогодних MLA M13 и ставших уже классическими полуторках. Продолжим уже Полом Джорджем, вторая именная модель которого была представлена нам сразу в нескольких цветовых решениях. Также его PG-2 надевали и другие игроки лиги. Ну, и главное заводило в этом супер-трио, конечно же, Вестбрук. Хуй, стоит, глаза горят, сумасшедший, говорят. В редкие моменты адекватности, когда Рассел не срался с соперниками и болелами джаз, он демонстрировал воистину качественный баскетбол. А что он демонстрировал еще, так это крутые и очень крутые расцветки своих Y-Not Zero 01. Также отдельно отмечу кастом черепаших именных под названием Стражи Галактики, которые продемонстрировал опять-таки Амир Джонсон. Но несмотря на крутые кроссовки и высокий уровень индивидуального мастерства участников трио, да только ВОЗ и ныне там. Немного не дотянули до первого места кроссовки Nike Hyperdunk 2017, вставшие в этом году главным объектом для творчества кастомайзеров, а также одной из наиболее востребованных моделей в лиге. Кевин Лофф, Карл Энтони Таунс, Ого Золь, все они и многие другие выбрали для себя 2017 гиперданки. Отдельно в идею Роберта Ковингтона, порадовавшего нас сразу двумя достойными кастомами низкой версии данной модели. Ну и конечно же в большей степени попаданию в рейтинг 2017 обязану Тревору Букеру, представившего миру сразу два их крутейших кастома. Ну и кто же у нас на первом месте? Конечно же его величество во время этого плей-оффа уже успевшего отхватить воистину царских пи***лей. Джеймс как всегда включил режим бога, задействовал скрытые резервы, пусть и со скрипом, но запихнув своих кавалеристов в четвертьфиналы, где они совсем не выглядят мальчиками для битья, опять-таки благодаря Леброну. Не зря же он второй год подряд является лучшим атлетом, продающим свои именные кроссовки. Да, кроссовки. В этом году его величество остается привержен своей основной линейке, даже в постсезонье. А какой поворот? Именно поэтому на первом месте у нас красуется Найк Леброн 15. Маркетологи бренда выбрали удачную идею пасхалок. И теперь кроссовки Леброна обладают цветовыми решениями легендарных моделей прошлых лет, как например вот эта расцветка напоминающая картеровский шокс BB4. Или версия выбранная на первый матч с Торонто, имеющая черты Diamond Turf. Да, и обычные эксклюзивные версии смотрелись на его ногах вполне недурно. Не могу не упомянуть и о потрясающем кастоме пятнашек, который продемонстрировал Маркель Фульс в одном из матчей в Майами. Но вернемся к Джеймсу, который был и остается первым игроком. Ему и его пятнадцатым номерным как раз и достается главный приз. Вот и все друзья, что у меня было сказать о кроссовках плей-офф 2018 года. Если вам зашла данная тема, непременно сделаю продолжение. Но уже о финальной серии. Если вас вдруг расстроило отсутствие той или иной модели, возможно все дело в том, что ей как раз и уготовано место в продолжении. А если вам понравилось это видео, не забудьте им поделиться и поставить палец вверх. Увидимся! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...